Мир вам доброго! Мир вам драгоценный! Благодать да умножится! Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа! Я Максимов Максим и это прямой эфир! Приветствую вас всех тех, кто сейчас присоединился через телеканал СНЛ Благодать нашей интернет-общине Дом Веры Приветствую вас всех! Надеюсь, вы взяли свою кружечку кофе Давайте возьмем свое кофе, свой чай У кого-то вечер уже у вас там, наверное, свои вечерние напитки И приготовимся к изучению Священного Писания Если у вас есть желание присоединиться к нашей интернет-общине Сделать это очень просто Пройдите на сайт домвера.ру И вы сможете присоединиться к нам В это же время мы встречаемся каждый день По вечерам, если вы в Европе Или утром, если вы в Северной или Южной Америке Пусть Бог благословит! Вот он наш сайт домвера.ру Добро пожаловать! Присоединяйтесь к нам! Благословляю вас именем Иисуса Христа Сегодняшняя моя тема О жене Лота Жена Лота Вообще, о ситуации с Содомом и Гоморой Вы знаете, недавно в США приняли закон Возволяющий во всех штатах Заключать нетрадиционные браки Так называемые традиционные Как брак стал традиционным? Извращенческие, наверное, да? Извращение вошло в норму И на законодательном уровне Стало разрешенным Теперь Члены сообщества ЛГБТ Радуются и веселятся И они говорят, что Вот! Справедливость! Президент их поздравил с победой! Я думаю, что это великое поражение Очень напоминает Содом и Гомору Где мы читаем в Писании Что были два таких развращенных города Настолько развращенных, что Ой-ой-ой-ой, что там происходило Но вспомним Почитаем Библию Когда мне говорят Максим, что же происходит? Да ужас, что происходит! Войны, военные слухи Страны нападают на страны Одни страны помогают Другим странам Одни страны финансируют Боевиков в этой стране Сейчас, знаете, такие интересные войны Напрямую страны не нападают Но они финансируют Боевиков в других странах Чтобы противостоять им И противостоять этой стране И, в общем, гибридные Дурацкие войны Вообще войны дурацкие Но ужас Вообще весь мир с ума сходит Я смотрю, за последние 10 лет Страшно становится Весь мир как будто бы готовится К ядерной Или какой-то мировой войне Просто люди уже Спрашивают людей на улице Да, нужно начинать войну И где бы ни спрашивали Вообще в шоке Почему? Почему нужно начинать войну? Это, конечно же, мерзость Так вот, говоря о растлении О падении морали Говоря о том, что мораль падает Мораль уходит в ноль Я прочитаю в Писании Луки, 17 глава Давайте, пожалуйста, откроем вместе Евангелие от Луки Евангелие от Луки, 17 глава И здесь написаны такие слова Говоря о том, что будет конец Луки, 17 глава С 26 стиха Луки, 17, 26 И как было Во дни Ноя Так и будет Во дни сына человеческого Ели, пили Женились Выходили замуж И как вошел Ной в ковчег И пришел потоп И погубил всех Так же было и во дни Лота Ели, пили Покупали Продавали Садили Строили Ну, все жили Но в день, в который Лот вышел из Содома Пролился с неба дождь Огненный и серный И истребил всех Так будет тот день, когда сын человеческий явится В тот день Кто будет на кровле А вещи его в доме Тот не сходи Взять их И кто будет на поле Так же не обращайся назад И следующая фраза Вспоминайте Жену Лотову Говорит Иисус Христос Не обращайся назад Вспоминайте И дальше 33 стих написано Кто Станет сберегать душу свою Тот погубит ее А кто погубит ее Тот оживит ее Сказываю вам 34 стих В ту ночь двое будут на одной постели Один возьмется Другой оставится Двое будут молоть поле Один возьмется Другой Оставится Двое Будут На поле Один возьмется Другой Оставится Молоть вместе Я пропустил На это сказали ему Где господи Он сказал Там где труп Там соберутся И орлы Где труп Там соберутся Причина-следственная связь Окей. Как было во дни Ноя? Ели, пили, торговали, садили. Как было во дни Лота? Ели, пили, торговали, садили. Вообще, мне интересно, Бог заранее знал, что когда произойдет моментальное пришествие Господа Иисуса Христа, ведь на земном шаре где-то будет ночь, а где-то будет день, и люди не знали, что земля круглая, люди не представляли, они не знали, что где-то ночь, а где-то день одновременно. Но здесь в Писании сказано, один будет вдвое в постели, муж с женой будут лежать, один берется, другой оставляется. Другая или другой. Двое будут работать, один берется, другой оставляется. Кто-то будет молоть, один берется, другой оставляется. Господь придет забрать своих. И мы знаем вот этот день, день, в котором произойдет что-то особенное. День Х, когда спустится Господь с небес и заберет своих. Мы знаем об этом, это об этом говорится в Писании. Это будет Вознесение. Господь придет за своими. Наступит день, когда что-то случится. Или это будет ночь, или это будет утро, или это будет вечер, согласно Писанию. Это будет одновременно везде. Где-то будет сон, а где-то будет день. Бог знал, что так произойдет, и поэтому так было сказано. И здесь есть такая фраза, что растление, мерзость. Люди не ждали, люди не предполагали, что случится что-то. Люди не ведали, что что-то произойдет грандиозное. И когда они не ведали, что произойдет что-то, что-то катастрофа, они продолжали делать то, что они делают. Обычно. Делал бы ты обычные вещи, если бы ты знал, что грядет катастрофа на твой город. Делал бы ты что-то ужасное, если бы ты знал, что сейчас у тебя в стране или в твоем регионе начнется ужасы. Конечно бы нет. Ты бы, зачем мне это делать? Зачем есть, пить, садить? Зачем заниматься чем-то, если у тебя грядет глобальная катастрофа? Ты понимаешь, что нужно что-то предпринимать, нужно делать какие-то важные шаги. Люди не знали. Согласно Писанию, Иисус говорит, они не знали. Они просто делали свои дела. Они делали свои дела. Они занимались своим обыденным трудом. И они не приготовились. Но когда Ной вошел в ковчег, пришел подоп и погубил всех. Когда Лот вышел. Вообще мы вспоминаем историю Лота. Вы знаете, говоря об истории Лота, трагическая история. Если помните, Бог сказал Авраму, выйди из дома отца твоего. И Лот пошел с ним вместе. Он вдохновленный, молодой человек. Пойду вместе с дядей Аврамом. Я его племянник. Дядя Аврам, Бог с ним говорит. Точно Бог с ним говорит. Я пойду за ним. Это мой пастор. Аврам мой пастор. Я пойду за ним. Я буду рядом с ним. У меня все получится. Знаете, действительно у него начало получаться. Бог благословил Авраму. А Лот был под крышей Аврама. И получил благословение. Бог благословил. Вообще находиться рядом с благословенными хорошо. Потому что тебе тоже перепадает благословение. Когда ты общаешься с благословенными, ты будешь благословенным. На тебя перепадает благословение. На тебя стекает благословение. И когда на тебя стекает благословение, ты понимаешь. Опа. И на меня переходит благословение. И я нахожусь под благословением. Аминь. И я нахожусь под благословением из-за кого? Из-за того, что рядом со мною благословенный человек. Я нахожусь под благословением по причине того, что рядом со мною находится человек, которого Бог благословляет. Находиться рядом с благословенным человеком – это благословение. Аминь. Дорогие, находиться с человеком, который живет в благословении – для вас это великое благословение. Кто-нибудь аминь скажет или нет мне? Находиться рядом с благословенным на тебя перепадает. И лот переживает на себе благословение. И у него складывается впечатление. Да у меня само собой все происходит. Знаете, когда мы начинаем ценить благословение? Тогда, когда теряется. Когда имеешь, ты это не ценишь. А как потеряешь, очень сильно жалеешь. Очень сильно начинаешь жалеть в момент, когда теряешь. В момент, когда от тебя уходит, ты начинаешь об этом. Ой, а почему? Это же было такое благословение. Лот жил с Авраамом. На него перло благословение. Он был доволен. Он был благословен. У него было все классно. Барашки размножались. У Авраама размножается, у меня размножается. У Авраама пруха, у меня пруха. У Авраама все растет, у меня все растет. Я рядом с Авраамом. Он не осознавал, что его жизнь благословенная по причине того, что Авраам общается с Богом, не с логикой. Многие люди живут, общаясь с логикой. Необходимо общаться с Богом. Логика нам нужна. Особенно мужчины. Они пользуются логикой. Нам не нужны эмоции, сопли. Нам нужно все логично и трезво разуждать. Но Авраам не пользовался логикой. Он пользовался нелогичными решениями. Выйти из дома отца, это нелогичное решение. Продолжить дело отца, это логичное решение. Выйти из дома отца, это нелогичное решение. Но когда Бог говорит, вся логика теряет смысл. Он выходит из дома отца. Берет лота. Идут вместе. Живут долго вместе. Потом размножились овцы. Стало много овец. Их пастухи подрались. И лог пришел с предложением к дяде. Дядя, нам тесно. Может быть разойдемся? Я благословенный, ты благословенный. Мы крутые оба. Все классно. Может быть разойдемся и пойдем по разным углам? Авраам говорит, бери любую точку. Любую. Вот любую. Вы знаете, когда мы читаем это в Писании, мы видим, как у Авраама с лотом происходят вот эти все разделения. Когда лот смотрит по сторонам и обещает, говорит лоту такие. Давайте посмотрим. Глава 13 бытия. Откройте, пожалуйста. 13 глава. И здесь написаны такие слова, что они со стиха первого. Авраам вышел из Египта сам, его жена и все, что у него было. И Авраам был очень богат скотом и продолжал свои походы. Идем дальше. Седьмой стих. Или давайте с пятого. Пятый стих. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот из шатры. Шестой стих. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Не по причине того, что им тесно было, нет. Ибо имущество было так велико, что они не могли жить вместе. Они не принесли. А лот не сказал. Авраам, давай принесем жертву Господу. И чтобы у нас было достаточно овец. У нас столько много овец. У них так много стало. Так им трудно. И был спор между пастухами Авраама и между пастухами. Лота и Хананеи, и Ферезей жили тогда в этой земле. И сказал Аврааму, да не будет раздора между тобой и мною, между пастухами и твоими. Ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Лот возвел очи. Десятый стих. Лот возвел очи. Вот важный стих. Лот посмотрел. И увидел всю окрестность иорданскую. Что она прежде, нежели истребила Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою. И как сад Господень. Так. И как земля египетская. Ой, как сад Господень. И избрал себе Лот всю окрестность иорданскую. И двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Хананской. А Лот стал жить в городах и окрестностях. И раскинулся от рыс до Содома. Жители Содома были злы и весьма грешны перед Господом. То есть они были развращенные. Это город, где процветало извращение. Гомосексуализм и прочие извращения. И сказал Господь Аврааму. Приходит Бог и говорит Аврааму. Возведи очи твои. Давай. После того, как Лот отделился от него. Возведи очи твои из того места, на котором ты теперь. Посмотри к северу, к югу, к востоку и за обводу. Авраам посмотрел север, юг, восток, запад. И Господь сказал, всю землю, которую ты видишь, я дам тебе. 1,15 стих. Тебе дам я потомство твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок морской. Если кто может считать песок земной, то потомство твое сочтено. Встань и пойди по земле сей в долготу и в широту, ибо его я дам ее тебе. Лот говорит, я пошел в Содомский регион. Авраам посмотрел, и Бог сказал ему, ха-ха. Это логика говорит, что он возьмет Содом. Я тебе все отдаю, все твое. И дальше у Лота начинаются проблемы. Вот он пришел в Содомскую землю, а их там захватили. Захватили цари. И захватывали неоднократно. И у Лота начинается история. Захват. И они переселились в город. Авраам их освободил. Они переселились в город. Все нормально. И вот они поселились в городе Содомия. Так называемый город греха. И грех был настолько силен. Настолько он стал концептуальным. Стал фундаментальным. Настолько грех пришел в этот регион. Настолько сильно. Что они стали обитать среди греха. И привыкать. Они стали привыкать к греху. Они привыкли. Они тоже действовали со грехом. И они соединились настолько. И его жена, дочери. Они росли среди этих всех извращенцев. Они росли среди этих злых и агрессивных садомитов. И они стали уже частью этого общества. Они привыкли к их новостям. К их газетам. Они привыкли на сцене видеть веселых парней. Юмористов, бородатых женщин. Они привыкли. Им стало привычно видеть мерзость запустения греха. Им стало привычно. Они стали уже не обращать на это внимания. В их фильмах постоянно крутили рассказы про гомиков. Про то, другое, третье. И фактически вот это все извращение, оно стало входить в норму. И стало постепенно нормой. И стало нормальным. Вы знаете, его дочери росли под влиянием извращенческих школ. В школах стало говорить нормально. Вот есть мужчина, есть женщина, а есть оно. Оно еще не решило, чем оно будет. Вот. Третий род. То есть они стали привыкать, что вдруг мальчики начинают носить женскую одежду, девочки мужскую одежду. Вдруг. И они начали. Они видят, ну да, ну вот у них такое. Это их выбор. Это такое решение. Знаете, чем это закончилось? Мы знаем, что Авраам говорил с Богом. Ангелы пришли в Содом и Гоморру. Но я хочу перемотать. И чем закончилось? Когда жена Лота превратилась в соляной столб. Вы знаете эту всю историю. Мы будем про это говорить. Но его дочери, живя под извращенческой концепцией, они вдруг решили, сделали такой день. Эти дочери сказали, вот у нас нет человека на земле, который бы вошел к нам по обычаю земли сей. Давайте откройте, бытие 19 глава. 19 глава, 30 стиха. Буду читать. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе. И с ним две дочери его, великий, богатый Лот, живет в пещере. Ибо он боялся за жизнь в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая и младшая. Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Не казакова замуж войти. Итак, напоим отца нашего и переспим с ним. И восставим от отца нашего племя. Совокупимся с отцом. И когда напоили отца своего вином в ту ночь, вошла старшая и спала с отцом своим. И он не знал, и когда она легла, и когда встала. На другой день старшая сестра сказала младшей. Вот я спала вчера с отцом моим. Напоим его вином и в эту ночь. И ты войди, и спи с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла младшая, и спала с ним. А он не знал, и когда она легла, и когда встала. Если бы он знал. И сделали обе дочери беременными от отца своего. И родила старшая с сыном, и нарекла имя Маав. И он отец Мавитян, который потом начали нападать на Израиль. А младшая родила с сыном, и нарекла имя Бен Ами. Он отец Аммонитян, да ныне. Маавитяне и Аммонитяне, враги Израиля. Произошли от Лота. Посмотрите, какое извращение в девочкиных головах поселилось, что к ним пришла вот эта идея переспать с отцом. Почему? Да потому что они жили в этих Содоме и Гаморе. Они воспитывались, их мышление было. Лот, племянник Авраама, следовал вместе с Авраамом, выходил оттуда из Ура Халдейского. Оказался отцом Мавитян и Аммонитян. Через извращение, через инцест. Это очень-очень страшно. Но вернемся назад. Вот они еще в Содоме и Гаморе, им хорошо, они там связи пустили, корни пустили. И приходит Господь к Аврааму и говорит, у меня есть план уничтожить город. И Авраам начинает разговор с Богом. Господи, может быть не уничтожишь город? Может быть оставишь город? Может быть оставишь город? Иисус говорит, вспоминайте жену Лотову. И я сейчас хочу напомнить вам историю. И когда они дошли, Авраам сказал, давайте прочитаем 18 глава, 32 стих. Авраам сказал, да не прогневайся, 18-32. Гладыка, что я скажу тебе однажды? Может быть найдется там 10 праведников? И Господь сказал, не истреблю город ради 10 праведников. И пошел Господь, перестав говорить с Авраама, Авраам же возвратился в свое место. Авраам думал, так, город не истребится. Он начал с 50 человек и закончил с 10. Он думал, Лот, его жена, его дочери, его зетевья, может быть еще наберется, но 10 человек, наберется, может быть, праведников в городе, не набралось. Смотрим дальше. И приходят они, 19 глава, с 1 стиха. И пришли те два ангела в садом вечером, когда Лот сидел у ворот садома. И Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом земли. И сказал, государь, и зайдите в дом раба вашего, ночуйте, умойте ноги, и встаньте по утру, и пойдите, пусть вы. Они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их. И они вошли к нему. Пришли в дом его, он сделал им угощение, спек пресные хлебы, и они ели. Когда же еще не легли спать, как городские жители-садомляне, извращенцы, от молодого до старого, весь народ, со всех концов города, окружили дом Лотом. И говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Гомосексуалисты просто озверели. И Лот вышел к ним по ходу, запер с собой дверь и сказал, братья мои, не делайте зла. И вдруг Лот говорит странную вещь, какой отец так может сказать? Послушайте, он говорит, вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего. Послушайте, какой отец может так сказать? Возьмите моих дочерей. Но они сказали ему, пойди сюда. И сказали, вот пришелец хочет судить и так далее, и так далее, и так далее. И подошли выломать дверь. И когда мужи простерли, вывели Лоток себе в дом и дверь заперли. Люди бывшие при входе, дом поразили. 11 стих. Они стали все слепые, там кто подошли, ослепли. И вот Лот, ангелы говорят, ребята, 12 стих, сказали, кто у тебя еще здесь? Зять ли, сыновья твои, дочери твои, кто бы ни был у тебя в городе, выведи всех с того места. Ангелы говорят, город будет уничтожен. Мы истребим место семью, потому что, 13 стих. Велик вопл, жители его Господа. И Господь послал нас истребить его. Вышел Лот и говорил с зятевьями своими. 14 стих. Он приходит. Которые брали за себя дочери его и сказали, встаньте, выйдите из этого места. Ибо Господь истребит город сей. Но зятевьям показалось, что он шутит. Ой, шутник, отшутник. От Лот наш здесь шутничок. Сейчас там Бог разрушит Содом. Содом! Великий город Содом. И когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота. Давай, встань, возьми жену. Давай, 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 быстрее. 15 стих. 16. Но он медлен. Знаете, вот это показывает, что он не сильно. Но мужите, по милости к нему, взяли его за руку. Взяли его за руку и жену его, и двух дочерей. И вывели его и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу твою, не оглядывайся назад. И нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал, нет, владыка, на гору. Вот раб твой обрел благоволение перед дочами твоими. Велика милость, которую ты сделал со мной. Ты спас мою. Я не могу спасаться на гору, чтобы не достигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе, ближать в этот город. Он мал. И побегу туда. Он жимал и сохранится жизнь моя. И сказал ему, хорошо, в угодно себе сделаю это. Не спроверг в угодно, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда. Лот начинает спорить. Я не пойду на гору, пойду туда. И дальше солнце взошло над землей, пришел Лот-Сигор. И пролил Господь на Содом-Гоморру дождем серый огонь. И не спроверг города сии на всю окрестность и всех жителей городов всех произрастания земли. Жена Лотова оглянулась позади его и стала стальным столпом. Иисус сказал, вспомните жену Лота. Вы знаете, у жены Лота была сильная эмоциональная связь с Содомом, с той землей. Она была патриоткой. Она была таким, это наша земля. Вообще, меня удивляют люди, которые очень сильно связывают себя со своей землей, с территорией, где они живут. Не вся ли земля Господня? И не сказал ли он распространять по всей земле? Мне удивительно, как люди берут клочок земли и говорят, это место моего обитания, это моя родина. Вот здесь кусочек. Твоя родина на небесах. Твоя родина на небесах. Жена Лота, уходя из Содома, оставила кусок Содома в своем сердце. Ее связи, ее друзья, ее знакомые, ее жизнь, ее эмоциональная привязанность. Это вообще очень важный момент. Когда мы выходим из Содома, из этого мира, нам нужно сделать, чтобы Содом вышел из нас. Они вышли из Египта, Египет не вышел из них. Они умерли все в пустыне. Жена Лота выходила из Содома, но она оглянулась. Ей так было, что же там происходит в моем любимом Содоме. Может быть, есть шанс, что что-то останется. Может быть, есть шанс, что мой город останется. Может быть, еще можно будет вернуться, когда мы выходим из Содома. Не оглядывайся. Не позволь Содому остаться в тебе. Не позволь Содому. Вся жизнь Лота превратилась в катастрофу, потому что он не пошел с Аврамом. Он пошел туда, где получше. Если ты думаешь, что где получше, тебе кажется, что лучше это, это, то ты очень ошибаешься. Тебе это не лучше. Тебе это не лучше. Это не лучше для тебя. Человек дорогой, это не лучше для тебя. Ты думаешь, вот это лучше для меня. И это более классно для меня. И это просто потрясающе для меня. Для тебя это не лучше. Для тебя лучше то, что Господь приготовил. И ты скажешь, но у меня сейчас не так хорошо. Так, благодари Бога. Это лучше для тебя. Если Господь тебя выводит из Содома, Он тебя направляет на пути свои. Если Он говорит, иди на гору, не нужно торговаться. А можно я в соседний город пойду? Он говорит, иди на гору, иди на гору. Столько катастроф случилось в жизни Лота. Знаете, трагедия. Вся жизнь трагедия. Все его выборы, все его решения. Многие из вас делают логичное решение. Я хочу идти туда, где будет мне получше. Я пойду туда, где мне будет получше. Задай вопрос так. Господь, а где ты хочешь, чтобы я был? Многие из вас выбирают работу, чтобы получше. Многие из вас выбирают жилье, чтобы получше. Многие из вас выбирают место обитания, чтобы получше. Вы как Содом. Содомляне. Вы смотрите. О, там трава зеленая. Там юрданская. Ты хочешь выбрать получше. Ты думаешь, тебе там будет лучше в Содоме? Вау. А ты спросил Бога, а это воля Божья или нет? Ну, мне же нужно деньги. Мне же нужно жилье. Мне же нужно... Я все понимаю, все понимаю. Будь благословен. Ты Бога спросил? Перед тем, как поселяться в Содоме, спроси у Господа. Если Бог выводит тебя из Содома, не оглядывайся назад. Не оглядывайся назад. Не смотри назад. Это не совсем женское любопытство. Нет, нет, нет. Это не женское любопытство. Это эмоциональная связь. Посмотрите, как они выходили из Содома. Медленно собирались. Ой, что мне взять? Какую мне одежду взять? Их ангелы схватили под руки и вперед потянули. Они думали, ну, ой, что-то неохота уходить. И они медлили. Они не хотели. Они торговались. Дорогие мои, мой эфир подходит к концу. И я хочу сказать, как Иисус. Помните жену Лота. Если в тебе останется Содом, то ты станешь соляным столбом. Боже, благослови каждого человека именем Иисуса Христа. Говорю, благословение над вами. Благословение над вашими жизнями. Благословляю именем Иисуса Христа. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, во имя Иисуса Христа. И все скажем Аминь. Дорогие мои, выходя из Содома, из Гаморы, не оставляйте кусочек Содома в себе. Не поселяйтесь в Содоме, чтобы не стать отцом аммонитян и мавитян. Не идите в Содом. Благодарю Бога за каждого из вас. Я через эфир телеканала СНЛ и через Дом веры пытаюсь людей вывести на гору. Поднимайся на гору. Там Господь тебя ждет. Там благословения ждут. Хочу поблагодарить всех друзей и партнеров, которые помогают мне проповедовать Евангелие каждый день. Мы проповедуем Евангелие каждый день. Эфир телеканала стоит огромных денег, чтобы заплатить за эти аренду спутников. Но знаете, я не жалею о том, что мы можем с космоса поднимать, вести послание и напоминать слова Иисуса. Иисус сказал, помните жену Лота. И мы вспоминаем. Ваше дистинное приношение помогает мне благовествовать Евангелие Иисуса Христа по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас. Пускай Бог наполнит вас. Пускай Бог оградит вас. Пускай Бог пребудет с вами. Не забывайте, вспоминайте жену Лотову. Помните, помните жену Лотова, сказал Иисус Христос. Хранит вас Господь. Встретимся с вами в то же время, в тот же час, в прямом эфире домверы.ру. Да пребудет с вами Господь. Я люблю вас. С вами был Максим Максимов. Во имя Иисуса Христа. И все скажем Аминь. Благословения вам. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok